Сегодня я предлагаю вам перелистать страницы еще одного произведения о войне, повести Вячеслава Кондратьева «Сашка». Она была напечатана в журнале «Дружба народов» в 1979 году и посвящена Ржевской битве, одному из самых кровопролитных и продолжительных сражений Великой Отечественной войны. Немного о самом писателе. Вячеслав Леонидович Кондратьев родился 30 октября 1920 года в Полтаве. Затем семья переехала в Москву. С первого курса Морсковского архитектурного института в 1939 году был призван в армию. Проходил службу в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке. В декабре 1941 года направлен на фронт. В 1942 году 132-я стрелковая бригада, в составе которой воевал Кондратьев, вела тяжелые бои под Оржевом. Во время них получил первое ранение, был награжден медалью за отвагу. После окончания отпуска, полученного по ранению, воевал в железнодорожных войсках. Был повторный и тяжело ранен. В госпитале пробыл на излечении полгода, выписавшись инвалидом. В 1952 году закончил Московский заочный полиграфический институт. Продолжительное время работал художником-оформителем. Ушел из жизни 23 сентября 1993 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище столицы. На мой взгляд, повесть «Сашка» и другие произведения Кондратьева едва ли не самая честная и откровенная литература о Великой Отечественной войне. Литература с большой буквы. Главная же ценность конкретно этого произведения заключается в том, что в нашей военной литературе почти через 30 лет после окончания Великой Отечественной войны появился простой и обаятельный персонаж, который воплотил в себе миллионы погибших и выживших русских солдат. В кино к тому времени такой персонаж уже имелся. Это Алеша из баллады о солдате. Однако в литературе до Сашки главными героями военной прозы были в основном младшие офицеры, партизаны, летчики, танкисты, разведчики, кто угодно, но только немолодой солдат-пехотинец, тот самый, что фактически и вынес на своих плечах всю тяжесть этой бесконечно долгой войны. Сашка – простой, не слишком грамотный деревенский паренек, в дырявом, прожженном ватнике, голодный, разутый, израненный и смертельно уставший, но не утративший при этом ни своего человеколюбия, ни веры в неизбежную победу добра над злом. Повесть «Сашка» – всего лишь небольшая часть обширного цикла произведений Вячеслава Кондратьева. Главные герои этого цикла – солдаты и офицеры одного из батальонов, переведенного под Орже, с Дальнего Востока, стрелковой бригады, несколько зимних и весенних месяцев 1942 года, просидевшие в промерзшей, насквозь простреливаемой рощице, напротив занятой немцами деревушки Овсянниково, без еды, окопов, боеприпасов и артиллерийской поддержки. Открывается цикл «Повестью Сележаровский тракт», далее следует несколько рассказов, и лишь за ними идет «Повесть Сашка», главный герой которого фигурирует и в предыдущих произведениях в качестве ординарца, командира стрелковой роты, насчитывающей в своем составе всего 16 человек. С первых страниц книги читатель только успевает познакомиться с героем повести, как тут же начинается скоротечный бой, в котором Сашка отважно берет с его первого языка. Причем пленил он немца не случайно, а со сноровкой и боевой вымочкой. Однако его радость прошла достаточно быстро, когда он получил жесткий приказ от комбата расстрелять взятого в плен фрица, так как тот не хочет выдавать военных тайн. Вот тут-то и раскрывается богатый внутренний мир Сашки. Он человек, и ему очень хочется верить в то, что немцы тоже люди, которых начальство погнало на эту проклятую войну. И стрелять в пленного, и к тому же безоружного человека, пусть даже и немца, ему никак нельзя, потому что до получения приказа Сашка пообещал немцу жизнь. Мне кажется, что вот в этом эпизоде главный герой повести выглядит очень правдоподобно и настоящим. Парень не слабак и не бросает слов на ветер. Где надо, геройствует, а где, может быть, и не надо, уверенно радеет за справедливость. Его поступки вызывают как уважение, так и понимание, потому что с моей точки зрения они очень логичны. Поместь автобиографична. Автор рассказывает о своих военных воспоминаниях. На долю главного героя выпадает немало жизненных трудностей, которые он достойно преодолевает. И эта книга не про одну судьбу, а про тысячи судеб таких людей, которые в годы Великой Отечественной войны пережили очень и очень многое. Война изменила жизни целых поколений, но даже в такие тяжелые годы люди оставались открытыми, искренними, добродушными. Думаю, каждый, прочитавший повесть, посмотрит на себя и на свои поступки совсем с другой стороны. Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрестанно нализающую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля. Немца было не видать. Залег, наверное, а всего скорее ползет он к сгорку. Теперь кто кого упредит. Кадровый боец Сашка полз умело, не приподнимая зада. Полз споро и потому решил, если немец лежит на месте, то должен он его обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся. Немец, наверное, нет-нет доглядывается. Если заметит, то резанет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую. Какой обзор у ползущего? То, что патронов у него нет, Сашка помнил. И на что идет, понимал. Но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца. А скольких ребят из разведки положили, пока за языком лазили, Сашка знал. Сполз он уже в низину, и теперь, как немец на взгород поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал. Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешков и секунды бросился Сашка вдогон и хотел бы на минуту гранату вслед. Достал бы, но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живым нужен. Судя по тому, что отстал Фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный. Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главное было не дать уйти тому на поле. Там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто. А до взгорка считанные метры. Пока они здесь, в низине, надо и действовать. На Сашкино счастье не обернулся Фриц ни разу. Знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью. Раздумывать больше некогда. Сделал Сашка хороший замах и бросил лимонку с расчетом, что упадет она впереди немца, и тот, увидя ее, бросится на землю. Тут Сашка и навалится. Так и вышло. В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки. Обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский шмайсер, а левый сбоку, что и силу, ударил немца по виску. Благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка, немец не сильнее его, и кабы не мэритая и двухмесячная, смял бы он его быстро. Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особенно толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось. Дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко не вырвать. Теперь вправо немного немец повернулся, и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился. Обезручил Сашка. Одна рука немцам прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, изловчиться немец сможет вывернуться из-под Сашки. Хоть бы подоспел кто, но звать на помощь Сашка не стал. Метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут прибиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за Ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь. А Сашка Ротному жизнью обязан. Природнились за эти месяцы страшные. Не успел Сашка этого подумать, как услышал сквозь разрывы голос Ротного. «Сашка! Ты где? Сашка!» Не ответить было нельзя, и он откликнулся. «Здесь я, командир!» Фрица прижал. «Иду! Не выпускай, Сашок!» Догадался Ротный, что без патронов я, с теплотой подумал Сашка. Но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть. Оторвал руку от фрицевского шмайсера. Удар, который нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у немца. Пряслаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ее бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистее, приговаривая. «Ну что, не ушел, зараза? Теперь все! Капут!» Тяжело дыша, Ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом также резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя. «Теперь все, можешь отпустить!» сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними, уже обезоруженный, пленный, уже окончательно. «Молодец, Сашок! Как это вышло?» спросил Ротный. «А шут его знает!» «Дуриком, товарищ командир!» «Я с краю проскочил!» «Никого!» «Ну, думаю, упустили фрица!» «Потом приподнялся!» Но тут Сашке пришлось умолкнуть. Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться!» «Одно успокоение!» «Если прибьют, то с немцем заодно!» Близко рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты. И все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую прошлогоднюю траву. Но все это было привычно, испытываемое ими каждодневно. И потому особого страха не вызывало. И не могло забить того радостного, что ощущалось. Ведь первого немца взяли!